Появились новые сведения о смерти постояльца дома престарелых в Якутске. Наша редакция связалась с руководством дома-интерната и узнала не только обстоятельства смерти, но и другие подробности. О них в нашем сюжете. Инцидент с постояльцем дома-интерната произошел в ночь с 5 по 6 февраля. Как видно на кадрах, камеры видеонаблюдения, 40-летний мужчина приходит в интернат и не может войти. При этом несколько раз падает и погибает в результате обморожения. По данным следствия, мужчина не сумел попасть внутрь и сел на крыльцо, где скончался, по предварительным данным, от воздействия низкой температуры наружного воздуха. Тело мужчины было обнаружено работницей социального учреждения ранним утром 6 февраля текущего года. Как рассказал нам директор интерната, мужчина страдал эпилепсией. Живет в учреждении давно и руководитель знал его лично. По его словам, он был порядочным, опрятным человеком, отлично владел компьютером. Но в последнее время стал выпивать и уходить из учреждения. В ту ночь он предупредил работников, что уходит и вернется, но, к сожалению, так и не смог достучаться. Как видно на кадрах, мужчина пытается открыть дверь и падает. Но была ли дверь заперта? Ведь спустя несколько часов в здание беспрепятственно заходит женщина. И охрана только тут начинает суетиться. Через несколько минут в Минтруде состоится совещание, куда вызвали директора. Ну а что произошло на самом деле и что стало причиной смерти постояльца, выяснит следствие.